Ну что, друзья, всем приветики. Мне не привыкает, наверное, вам тоже, что у меня видео на канале выходит раз в 2-3 месяца, но сейчас такая ситуация у нас, в которой никто не ожидал, что вообще такое случится. 24 февраля у нас началась война. И 24 февраля мы уехали из дома, думали, что будет так, знаете, один день, два дня, ну максимум неделю посидим где-то и можем возвращаться домой. Но не тут-то было, идет уже третий месяц войны. За это время я успела побывать и пожить полтора месяца в Германии и переехать на новую квартиру, которую я вам покажу не в этом видео, так вот частично будете видеть, но в целом рум-туры я запишу для вас попозже. Вы даже не представляете, насколько сильно были забиты поезда, все выезжали с детьми, с животными. Ну и самое, что основное, это каждый день мы ждем, когда нам придет сообщение, что война закончена. И каждый день мы просыпаемся в этих надеждах, но пока такого сообщения мы не видим. Ты начинаешь уже постепенно привыкать к этим звукам, начинаешь привыкать к взрывам, начинаешь привыкать к сиренам. Сирены у нас каждый день, сирены это неприятный звук, они очень громкие, особенно по ночам. И в эти моменты очень сильно сжимается сердце, когда ты слышишь очередную сирену и не знаешь, куда прилетит. Но мы к этому начинаем привыкать, и это ужасно, что мы начинаем привыкать к войне, к звукам, к взрывам. Очень больно, очень и очень больно. Слез уже не хватает, потому что все было выплакано. Сейчас просто ты каждый день просыпаешься и не знаешь, что будет сегодня. И каждый день, когда мы просыпаемся, мы благодарим Бога за СУ, за то, что дали нам еще возможность прожить этот день. Повставляю в это видео немного фрагментов с Германии. Жили мы в Германии в отеле. Спасибо большое добрым людям, которые нам предоставили отель на целых полтора месяца, но при этом они сказали, что мы можем жить там столько, сколько нам понадобится. Все, спасибо большое, Германия, таунхаус, мы уезжаем. Очень приятно было осознавать то, что в Европе украинцев принимают настолько тепло, предоставляют абсолютно все. Еду, какую-то гуманитарную помощь, проживание, бесплатные проезды, бесплатные приезды на поездах по Европе, бесплатные проезды на автобусах, на маршрутках. В общем, все предоставляется, даже абонементы в тренажерные залы. Мы тут остались сами. Моя хорошая зубочка. Что касается, кстати, квартиры и почему мы решили переехать, давайте кратко вам расскажу. Как я уже сказала, то, что 24 февраля мы выехали из Киева и, собственно, как и все люди, оставили нашу арендованную квартиру со всеми вещами, со всем. Ну, как бы при этом мы собрались платить дальше, но потом мы увидели и услышали от всех наших знакомых, от риэлторов, что на момент военного положения либо владельцы снижают стоимость аренды на 50%, либо разрешают не платить за то время, пока вас не было в квартире. Так вот, нас не было в квартире два месяца. На что нам хозяин сказал, что меня ничего не волнует, вы платите дальше по 13 тысяч. Ну и, в принципе, в той квартире мы прожили два года, мы из нее уже выжили все, мы там и заработали, и ссорились, и расставались, и новые знакомства были. И вот так вот прислушивались на каждом звуку. Собственно, мы из этой квартиры выжили уже все, она в идеальном состоянии, мы все убрали и приняли решение съехать, потому что так бы мы заплатили 13 тысяч за месяц, и за второе еще это было бы 26 тысяч. Это то же самое, что мы просто заехали в новую квартиру и заплатили же эти деньги только за новое жилье. Сама эта квартира у нас очень красивая, она светлая, единственное, что здесь вот есть акцентная стена, но она никак не мешает, и со всем интерьером она даже хорошо считается. Мебель очень качественная, и диван есть на кухне, поэтому друзья у нас теперь смогут оставаться, и качественный ремонт, и качественная вся техника, и хорошие владельцы. Поэтому нас все устроило, мы пришли, посмотрели, и даже не раздумывая, подписали сразу договор, потому что понимаем, что такие квартиры сейчас выходят очень быстро. То есть, чтобы вы понимали, квартиру выставляют на вечер, либо же через час квартиры уже нет, просто разбирают все. Я решила приготовить шарлотку, но пока общалась с вами, не доглядела чуть-чуть, поэтому выключаю. Так что будем сегодня пробовать, все уже убрала, помыла. В Германию я ездила вместе с сестрой и Лаки, и в Германии Лаки очень сильно оброс, но в Германии очень плохой сервис по стрижкам для собак. Поэтому мы терпели до Киева, и пришлось подстричься почти на лыс, потому что было очень много колтунов. Как бы мы его не расчесывали, как бы мы его не вычесывали, колтунов было много, и все пришлось срезать. Ну ничего, через недельку обрастет, и будет в порядке. Еще, когда я приехала домой, я сразу же сделала маникюр. Кстати, в Германии очень сильно хромает сфера оказания услуг в плане красоты. Цены очень завышенные, то есть я поехала в Германию с маникюром, с длинными ногтями. Мне нужно было их снять, потому что они уже отросли тогда. Я заплатила за снятие 35 евро, а покрытие стоило еще плюс 40 евро. То есть в целом маникюр вышел бы 75 евро. И я такая, эм, ну ладно, спасибо, не сейчас. И мы с собой с сестрой взяли маникюрный набор, поэтому мы сами спасались, пилочками пилили. Единственное, что просто в салоне заплатила за снятие, и все. Приехала домой и поняла, что наши украинки с нашими способностями ни с чем, ни с кем не сравнятся. Сегодня видео будет небольшое, я просто хочу вам показаться, отметиться, что я есть, и то, что я планирую дальше снимать видео на YouTube. Дайте мне только, пожалуйста, немножечко времени освоиться. Как бы там ни было с войной, все равно очень тяжело, и морально это очень давит. Сколько бы времени ни прошло, это, ну, невозможно, чтобы это было все, знаете, так на пофигизме каком-то. Это оставит в нас очень большой след. И мне нужно немного времени, чтобы все-таки приспособиться к съемкам, потому что я знаю, как сейчас тяжело и другим людям. Но я буду стараться жить, пока есть такая возможность, пока каждый день новый наступает. Я хочу не упустить этот момент, и сейчас я живу, честно могу сказать, каждый день как последний. И я, кстати, хочу еще дополнить, что я сказала, люди выезжают с своими животными. Многие люди своих животных закрывают в квартирах, оставляют одних умирать. У меня большая просьба, не оставляли, не кидали животных. Отдайте в приют, выпустите, отдайте знакомым, оставьте у соседей, но не оставляйте одних, потому что животные умирают в муках. Без воды, без еды, одни в страхах, под взрывами. Для них это очень большой стресс. Как бы тяжело не было ехать, с собаками, с котами люди едут. При нас, при мне, когда мы ехали в поезде, женщина одна была с двумя маленькими детьми и везла с собой еще пять собак. Маленьких, но везла пять собак. Другая женщина с тремя детьми везла семь кошек. Семь кошек. То есть, когда люди хотят, когда для людей это важно, и когда они не хотят оставлять своих хвостатых друзей, они при любой возможности их забирают. Потому что умирают животные в страшных муках. Очень сложно сейчас подобрать слова, и очень сложно как-то быть веселой и на камере. Но я просто хочу сказать, что мы обязательно победим. У меня даже нет сомнений. Но у меня к вам большая просьба. Постарайтесь улыбаться, обнимать близких, потому что никогда не знаешь, когда твой день может стать последним. Но особенно страшно, когда ты видишь, как летят снаряды, и сидишь в укрытии, молишься. Дай бог, чтобы не в тебя. Дай бог, чтобы не в ваш дом. И там мы прожили 20 дней. И ежедневно мы это видели и слышали. В общем, очень стрёмно. Но люди имеют свойство привыкать ко всему. И опять-таки говорю, что привыкать к войне, то худшее, что может быть. Но это случилось с каждым из нас. В общем-то, сегодня я буду также продумывать идеи для своих видео на YouTube. Хотела бы попросить вашей помощи, чтобы вы написали, что бы вы сейчас хотели видеть. На какие темы вы хотели бы послушать от меня размышления. А я, в свою очередь, постараюсь как можно быстрее записать такие видосики. Сегодня у меня ещё по планам доубирать, по планам у меня поработать. Я сегодня встала в 8 утра и сделала уже много дел. Я убрала и квартиру, и всё помыла, и постирала, и развесила, и встретилась по работе. И буду монтировать это видео. Я знаю, что оно получилось не информативное, небольшое. Возможно, неинтересное для кого-то. Самые, кстати, приятные чувства были, когда мы сели с Германии и доехали до Польши. А с Польши мы доехали до границы с Украиной. И это чувство, когда ты видишь уже свою страну. Вот эти деревья, запах. Когда была поезде остановка, я вышла во Львове. И это чувство не сравнится ни с чем. С родной Украиной. Давно не снимала видео, забыла уже давно эти чувства. И немного непривычно. Самые, короче, лучшие ощущения были, где бы как ни было, где бы как ни было тихо, вода, та же Германия. Как бы там ни было тихо, спокойно. Каждый день хотелось домой. Нет ничего лучше дома, я в этом убедилась. Я всегда хотела пожить в Европе, я всегда хотела попутешествовать. Но какими отказались наши мечты, знаете, как бы ни в таких условиях, ни при таких обстоятельствах я, конечно, хотела бы попутешествовать. Да, здесь много людей. Здесь много, по факту, возможностей. Здесь я давно хотела попутешествовать по Европе, но никак не в таком случае, не во время войны в моей стране. Но по вынужденным обстоятельствам нам пришлось уехать, как и многим людям, со своих родных домов. Но я поняла, что лучше дома ничего нет. Сейчас я никуда уезжать не планирую. Когда закончится война, я бы хотела попутешествовать, но на постоянной основе жить бы я хотела в Украине. Так что, всем спасибо, кто посмотрел, кто поддержит это видео каким-то комментарием, пальцем вверх, чтобы это видео продвинуть. И люди начали снова меня видеть, потому что за год на канале я появлялась очень-очень мало, и это очень плохо. Потому что люди просто меня не видят, и, наверное, мне, которые уже забыли. Поэтому давайте напомним, что Настя еще существует. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всех люблю, всех обнимаю, всех целую. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok